Всем привет, купил себе на прошлой неделе объектив Tamron 35150228, но к сожалению из-за ковидных ограничений не смог им еще как-либо воспользоваться, думал оснять какой-нибудь концерт или другое мероприятие, но их все отменили, думал пофотить друзей, но они куда-то все разъехались, по итогу пришлось сидеть дома и просто не было. Собственно на замену этим старым линзам этот объектив и покупался. Выбирал я линзы для теста, которые пересекались бы по фокусным расстояниям, например это мой старенький Tamron 7200 2.8 и очень старенький 2875 2.8. Также в тестах участвовали более современные объективы, светосильные фиксы, задающие планку и качество. Сразу скажу, что я не мегатестер, в моих тестах могут быть огрехи, даже не могут быть, а они есть и делалось это скорее для себя самого, но возможно это видео сможет помочь кому-нибудь сделать и свои выводы. Для начала хочу рассказать о самом объективе и начать пожалуй с аксессуаров. Первое, что меня смутило, это крышечка. С одной стороны крышечка как крышечка, но меня смущает серебряная выпуклая надпись Tamron. Что же мне в ней не понравилось? По моему опыту эта надпись со временем начинает стираться отношения в сумке и выглядеть уже не так презентабельно, как это случилось, например, с моим 7020 2.8. Надеюсь, когда-нибудь Tamron начнет делать эту надпись вогнутой, как это делает, например, Sigma. Теперь перейдем к бленде. Что мне в ней сразу понравилось, это кнопка блокировки. Благодаря ей бленда максимально легко одевается и снимается, и при этом надежно держится на объективе. Я считаю, что это очень важный пункт, потому как до этого у меня был объектив Sigma 85-1.4 Art в первой версии, и бленда там одевалась и снималась, но очень туго. Настолько этот процесс был неприятен, что только из-за данного момента объектив порой не хотелось доставать из сумки. Если говорить о функциональной части бленды, что можно о ней сказать? Она сделана для объектива с фокусным расстоянием 35 мм, и возможно, для объектива с фокусным расстоянием 35 мм это довольно эффективное решение. Но наша линза также является объективом с фокусным расстоянием 150 мм, и учитывая это, мне трудно судить о ее эффективности при таком использовании. Если рядом положить бленду от 70-202,8 и сравнить их, то бленда от 35-150 выглядит совершенно несерьезно. Но, к сожалению, физику не обмануть, и другое решение вряд ли представляется возможным, по крайней мере за вменяемые деньги. Лично мне кажется, что овчинка выделки не стоит, и я вряд ли буду пользоваться данным аксессуаром. Перейдем, наконец, к самому объективу и его особенностям. Начнем с переключателя блокировки зума. Данный объектив имеет свойство менять свой размер в зависимости от фокусного расстояния. Данный переключатель позволяет заблокировать зум, дабы передняя часть объектива не выпала, когда вы этого не хотите. Но, по моему небольшому опыту, скажу, что хобот не вываливается, даже если объектив хорошенько потрясти. Возможно, это задел на будущее к тем временам, когда объектив уже не будет таким новым. С другой стороны, на корпусе имеются две программируемые кнопки. При этом данные кнопки могут выполнять сразу несколько функций, так как у нас на корпусе имеется переключатель. То есть, если данный переключатель в положении 1, кнопки выполняют одну функцию, в положении 2 выполняют другую, и в положении 3 – третью. Чуть выше данного переключателя мы имеем стандартный переключатель между автоматическим и ручным режимом фокусировки. А на основании линзы имеется USB-разъем, никак и ничем не прикрытый у объектива за очень немаленькую цену. Через данный разъем можно заливать новые прошивки, назначать на программируемые кнопки функции, недоступные даже в самой камере. Таких функций немного, около 3 или 4, но они есть. Лично я не придумал даже одной функции, которая мне пригодилась бы на кнопке объектива. Как по мне, лучше бы сделали ограничитель фокуса. И немного о непосредственном использовании объектива есть момент, который меня сильно расстроил. Это то, что кольцо зума у данной линзы находится почти у самого байонета, и оно довольно узкое. То есть, если взять, например, для сравнения 70-202.8, то кольцо зума на нем находится на конце, оно широкое, им удобно пользоваться. Когда же берешь в руки 35-150, и особенно когда зум находится в максимальном положении, то приходится прикладывать больше усилий, чем это требовалось бы, если кольцо зума находилось там, где у объектива находится кольцо фокуса. Могу предположить, что это какое-то конструктивное решение, которого нельзя было избежать. Но благо, хотя бы объектив значительно легче и меньше, чем тот же 70-200, и при прогулке не возникает ощущения, что у тебя на камере очень большой и очень тяжелый объектив. А просто весьма приличный, так сказать. Так как я выходил с данным объективом на улицу пару раз на пару минут, то сказать мне больше именно про использование нечего. И перейдем непосредственно к тестированию объективов. Tamron 28-75-2.8 и 70-200-2.8 были установлены на камеру через переходник Metabon Smart Adapter 4. Во время тестов не использовались какие-либо светофильтры, также на всех объективах были сняты бленды. Камера, кстати, использовалась Sony i7 R3. Во время тестов я использовал автофокус и местами были промахи. Так что, как я и сказал в начале, данный тест не лишен ошибок и недостатков. Так что, тест на резкость я повторил несколько раз на разных объектах. Иногда я сразу замечал промахи фокуса и старался их переснять. Иногда на снимках видно, что объектив фокус слегка не дотянул. И такое было порой трудно заметить именно во время съемки тестов. Поэтому я и переснял данный тест несколько раз. Конечно, можно было сделать это в мануале. Но и там нет гарантии, что я бы не промахнулся. Ну и плюс, тут, конечно, объективы были не совсем в равных условиях. Например, объективы, установленные через Metabons, не могли использовать крайние точки автофокуса. Лишь точки зоны покрытия фазовыми датчиками, которая тоже вполне немаленькая. Совсем уж откровенные косяки я не стал включать в видео. Но, тем не менее, они доступны по ссылке в описании, как и другие картинки из этого видео. Доступны они как в шпеге, так и в раве. И тут я, наверное, вас оставлю размышлять в одиночестве. Обычно в такие моменты включается какая-нибудь музычка. Но тут на вкус и цвет, а видео, в конце концов, длится целых 40 минут. Мне было просто лень искать такой длинный трек. Да и зачем, если каждый из вас может включить свой любимый альбом. Периодически постараюсь вставлять определенные комментарии. Ну а пока я пошел. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Далее Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok По хроматическим абирациям я не заметил чтобы какой-то объектив сильно проявлял landmark a просто не создал достаточные условия. Ветки сквозь деревья, о нем возможности фото, к сожалению, не было, но тут скажу, что был опыт до этого сравнения почти всех этих линз с другими. В свое время я сравнивал Tamron 28-75-2.8 с Takina и 28-80-2.8 от X-Pro и в сравнении с ней его хроматизм был довольно скромным. Sigma 85-1.4 DGDN в сравнении с первой версией также не дает больших хроматизмов. Tamron 7200 я тоже сравнивал с первой артовской Sigma и он себе показал в этом плане вообще просто отлично. За Samyang 35 я особо ручаться не могу, но чего-то нескромного за ним не замечал. По светопропусканию конечно расстроило то, что 35-150 на значении 2 довольно сильно не дотягивает до Samyang на том же значении. Но на других диафрагмах не заметил критичных отставаний от соперников на одинаковых диафрагмах. Там как правило различие шло на проценты плюс-минус. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 А на этом, пожалуй, все Надеюсь, кто-то смог для себя что-нибудь почерпнуть Напоминаю, что по ссылке в описании Можно скачать и ЧПГ, и Равы Всем счастья, любви и хороших снимков Субтитры сделал DimaTorzok